В фильме «Годзилла. Король монстров» нам показали новых титанов вселенной Монстрверс. Но на экране оказались далеко не все. Тем не менее, их имена нам известны, и мы поговорим о них прямо сейчас. Оказывается, по всей планете на каждом из континентов расположены секретные объекты. Форпосты, в которых находятся титаны в глубокой гибернации. Эта информация скрыта от людей, но они повсюду. Конечно, самым первым стоит упомянуть короля монстров. «Годзилла» — уравнитель природного баланса сил на планете. В 2019 году его рост достиг 120 метров, а вес практически 100 тысяч тонн. Также показал свою новую способность — испускать термоядерные импульсы радиоактивной энергии, при этом став огненно-красным. Подробнее о нем и о других монстрах на канале будут отдельные ролики, а пока идем дальше. На объекте под номером 32 в Антарктике находился Монстр Ноль, замороженный во льдах. Его имя — Титанус Гидора, или по-другому — Кингидора, гигантский трехглавый дракон Дайкайдзю. В фильме он представлен как древний инопланетный кровожадный альфа-хищник, который готов побороться с «Годзиллой» за господство на Земле. Его высота достигает почти 160 метров, а масса — 141 тысячу тонн. На объекте под номером 56 в Исладе Мара был пробужден Титанус Родан, который буквально вылез из жерла вулкана. Он обладает биовулканической природой и может излучать тепло температурой до 1200 градусов. Имеет агрессивный характер, но предан альфе. При полете своими массивными крыльями может создавать звуковой удар грома и уничтожать целые города. Его высота — 154 фута, вес составляет 39 тысяч тонн, а размах крыльев достигает 265 метров. На объекте 61 в Китае находилась, пожалуй, самая красивая из всех Дайкайдзю — Титанус Масура. Мотра — королева монстров. Она остается верной Годзилле даже после того, как Гидора становится Альфа-Титаном. Мотра излучает бета-волны, которые способны рассеивать облака. Их прозвали «Лучи Бога». Ее тело довольно хрупкое, но даже после смерти она распадается на частицы и наделяет Годзиллу своей энергией. Также имеет огромный размах крыльев в 245 метров, но при этом ее рост всего лишь 52 фута. Следующий Титан — это Самка Мута. Но не Мута Прайм, как многие подумали. Ведь Мута Прайм была уничтожена в Годзилле Афтершок. Тем не менее, эта особь является самкой — Титаном Джиньшинь Муши. И при определенных условиях может в будущем стать Мута Прайм и создать тем самым большие проблемы Годзилле. Подробнее о данном Титане в ролике, который уже есть на канале. А мы идем дальше. Титанус Бегимот. В переводе как «Чудище». Находился на объекте под номером 58 в Рио-де-Жанейро. Напоминает огромного ленивца с головой мамонта и большими изогнутыми бивнями. Костяшки пальцев походят на гориллу, а на спине есть ряд небольших плоских шипов. Имеет довольно крупные размеры. Своими длинными мощными бивнями может разрушать здания и наносить урон. На своем пути создает новую растительную жизнь. Титанус Сцилла. Находилась на объекте 55 штат Аризона. Хотя внешним видом она напоминает огромного паука, это далеко не так. По своей биологии это морское чудовище, наподобие смеси гигантского краба, кальмара и арахнида. В греческой мифологии является дочерью Тифона. Охотится как на суше, так и под водой. А также оказывает сильное влияние на окружающую водную среду. Может замедлить таяние полярных льдов, изменять глобальную температуру и уровень моря. На объекте 67 в Германии находился просто гигантский титан. Его считали обычной горой до недавнего времени и имя ему Мафусаил. Возможно он даже более древний, чем другие титаны. Является бронированной рептилией, на оболочке которой могут расти деревья. В бою может использовать массивные рога и челюсти, а с разбега, думаю, вообще собьет с ног любого из титанов. На далеком острове Черепа, объекте под номером 33, обитает Титанус Конг. Царь острова, который следит за порядком, защищая людей и животных от ужасных тварей. Является положительным персонажем, но Годзиллу за своего альфу не считает. Про их встречу мы узнаем в 2020 году. Подробный разбор персонажа есть на канале, а далее пойдут монстры, которые не были показаны на экране и не имеют подтвержденной информации о них. А значит дизайн, внешний вид и их описание в будущем может отличаться от представленных в этом ролике. Левиафан Назван в честь морского змея из еврейской Библии. Был найден в Лохнессе, Шотландия. Вокруг него был построен форпост и назван как Объект 49. Титан является гигантским доисторическим морским существом Дайкайдзю. Обычно изображается как гибрид кита и дракона, также иногда сравнивается со змеем и крокодилом. Мог извергать огонь под водой и вскипятить море. На Объекте 66 в России находился Титанус Амхулук. Назван в честь рогатого водяного монстра из орегонского фольклора. Судя по описанию, это отрицательный персонаж. По внешнему виду напоминает традиционного западного дракона с парой рогов на голове. Все тело, кроме лица и лап, покрывает шерсть с пятнистым окрасом. Иронично, что данный титан расположился именно в России, ведь его имя связывают с утоплением, болезнью и малярийным туманом. Титанус Сехмет был одним из многих Дайкайдзю, которые начали атаковать человечество под руководством короля Гидоры. Он проживал на Объекте 65 в Египте. Назван в честь богини войны и исцеления. В древнеегипетской мифологии является солнечным божеством, изображенным в виде львицы, чье дыхание образует пустыни. Может обладать способностями, связанными со стихиями воздуха и огня. На заставе 92 в Камбодже содержался Титанус Тифон, именуемый также как Тайфун. Он был одним из самых сильных существ в греческой мифологии. И в ней же он описан как Отец Сциллы. Змеевидный гигант, чудовищный и могущественный. Его имя отождествляется со смертью, опустошением, а также солнечным и лунным затмениями. Титан Бунип содержался на Объекте 99 в Австралии. Он, так же как и многие другие титаны, не успевает прийти вовремя в Бостон, чтобы увидеть, как Годзилла становится новым Альфой. Его имя взято из австралийской мифологии аборигенов и переводится как Болотный Дьявол или Злой Дух. Описания Бунипа, замеченного разными людьми, сильно отличаются друг от друга, поэтому у нас нет полного понимания, как он мог выглядеть. Титан Ямато Ноарочи Назван в честь восьмиглавого дракона из японской мифологии. Переводится как Божество, Великий Змей, разделенный на 8 частей. Находился на Объекте 91 в Японии. Согласно описанию, имел 8 голов и 8 хвостов на одном теле, а длина его покрывала расстояние в 8 долин и 8 холмов. Можно подумать, что Орочи – это восьмиглавая Гидора, что, конечно же, не так. Он больше похож на Гидру земного происхождения, и, возможно, каждая из голов наделена индивидуальной силой и способностями. В штате Вайоминг на Ванпосте 77 проживал Титанус Абаддон. Его имя встречается с ударением на каждый из слогов – Абаддон, Абаддон, Абаддон. Неизвестно, имеет ли Титан связь с ангелом, у которого монарх позаимствовал кодовое имя, но упоминается как ангел смерти и разрушения, который возглавляет армию Саранчи. Могу предположить, что монарх выбрал это название, потому что за исполинским телом монстра тянется шлейф из более мелких существ-паразитов, которые уничтожают все на своем пути. Тиамат был найден в Стоун Маунтин в США, штат Джорджия. Вокруг него был построен Аванпост номер 83. Описывается как многоцветный пятиглавый дракон. Возможно, относится к природным элементалям, и каждый из его голов отвечает за свою стихию. Является олицетворением первобытного океана хаоса соленых вод, из которого родилось все, в том числе и боги. Отсюда могу предположить, что Тиамат, как и Мотра, положительный персонаж. Бафомет Был демоническим существом, которому поклонялся культ, связанный с тамплиерами. Вокруг него был построен Аванпост под номером 68 в Марокко. Бафомет был создателем четырех ангелов апокалипсиса. Неизвестно, много ли общего с этим демоном имеет Титанус Бафомет, или это лишь огромное чудище с головой козла, которое имеет демоническую природу, но явно добра от него ждать не стоит. Титанус Кецалькаатали Назван в честь мезоамериканского пернатого бога-змея. Находился на Аванпосте Монарха 57 в Мачу-Пикчу. По внешнему виду и названию, похоже, является положительным персонажем. Изображается, как гибрид сказочной птицы Кецаль с ярко-изумрудным оперением и змеи Кааталь гигантских размеров. Является богом ветра и воздуха, олицетворением мудрости и плодородия. Макелем Бэмбе Прозван монархом так, из-за внешнего сходства с зауроподным криптидом. Хотя между ними мало общего. Ходит на четырех толстых ногах, на которых имеются когти. Его голова напоминает безухого слона с развернутыми вниз бивнями. Массивный змеиный хвост используется как оружие. Способен разрезать пополам крупное животное или разрушить дом. Спина покрыта галькой. Достаточно прочна, чтобы выдержать ракетный взрыв. Его пасть имеет множество острых зубов. А на макушке головы имеется изогнутый рог, пульсирующий очень слабым зеленым светом.